— Добрый день уважаемые подписчики и гости канала. Этап Гран-при в Канаде завершился триумфом фигуристки из группы Этери Тутберидзе Камилы Валиевой, которая вновь обновила мировые рекорды. По итогам этапа весь подиум заняли российские фигуристки, второе место заняла Елизавета Туктамышева 232,88, на третьей строчке — Алена Косторная 214,54. Камила Валиева получила за произвольную программу 180,89 балла и в сумме набрала 265,08, побив собственные мировые рекорды 174,31 и 249,24, установленные 10 октября на турнире Финляндия Трофи. После проката короткой программы Валиевой в адрес действующей чемпионки мира среди юниоров практически не осталось эпитетов. «Это был идеал, довести спортсмена до которого мечтает каждый тренер», — сказала заслуженный тренер России Инна Гончаренко. Все понимали, что при чистом катании с тремя четверными и тройным акселем в произвольной Валиеву с первого места не потеснить. Аксель вышел с помаркой на выезде, четверные в порядке, и в итоге 32 балла отрыва от Елизаветы Туктамышевой. За компоненты никто из арбитров не поставил оценку ниже девятки, а один судья даже расщедрился на десятку за композицию. Правда, она не пошла в зачет, так как лучшая и худшая оценка не учитываются. — Я очень счастлива кататься в Канаде, счастлива, что почти выполнила свою задачу, были помарки, но они были небольшими, — сказала Валиева на пресс-конференции. — Я постаралась в своей программе сделать все задуманное, и это была для меня самая главная задача. Очень счастлива таким оценкам, но по поводу них решают судьи, я буду стараться выполнять свои задачи. Валиева сказала, что добавлять в программу новые четверные не будет. Пока усложнять программу все-таки не буду. Чемпионка Европы 2020 года Алена Косторная, впервые в сезоне исполнившая тройной аксель в короткой программе, в произвольной допустила недокрут и степ-аут на этом элементе, однако удержалась на третьем месте 214,54. Однако ей вновь поставили невысокие по ее меркам оценки за компоненты. — Очень рада, что смогла в некотором роде перебороть себя, показать программу и исправить некоторые вчерашние ошибки. — В целом очень довольна результатом, — сказала Косторная журналистам, — а по поводу снижения оценки за компоненты ответила так, — это не я решаю, а специально обученные люди. — Я не могу сказать что-то конкретное по поводу своих компонентов, что я должна получать, а что не должна. Канал Team Tutberidze News поздравляет Камилу Валиеву и Алену Косторную с прекрасным выступлением на Гран-при Канады. Канал Team Tutberidze News Субтитры создавал DimaTorzok